Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было игровых видеороликов, а ещё и с какими-то интересными новыми аккаунтами, которые, возможно, вы даже не видели и не знали, если вы смотрите данный мой канал. Не столь давно, то вы на 100%, я уверен, не знаете об этом аккаунте, не знаете, что это за акт. Сегодня мы сыграем на данном аккаунте игровой видеоролик, то есть покажу вам вообще его, покажу, что здесь вообще происходит на маршалах в матчмейкинге. Я, честно говоря, сам давным-давно уже не играл на данном аккаунте, но сегодня решил, а почему бы не записать видеоролик именно на этом акке, чтобы и олды вспомнили о данном аккаунте, ну и те, кто смотрит канал недавно, тоже увидели что-то новое, необычную мою легенду, которая там всегда и везде играет на каком-то харьке и с какой-нибудь пушкой разваливает кабины. Сегодня мы зашли на банку 73, это очень сильно легендарнейший просто аккаунт, которому уже больше 10 лет, но он до сих пор является сдванием маршал. На этом аккаунте я, вернее на этот аккаунт я не заходил с тех пор, как у нас поменялись М4 на МК7, плюсом и все ведь самые вещи произошли с изменениями, с этими обновлениями. Я не заходил на этот аккаунт. Сейчас я уже полноценно зашел, как вы видите, у меня здесь фулл прокачанный Молот Страйкер, Викинг, плюс резисты очень многие, прям бодренько хорошо качаны, а это значит, что это очень уникальный аккаунт, и если вы его видите впервые, то я думаю, что многие немножечко так приофигели, как так, чего здесь, как такое может быть, но это все дело, конечно же, друзья, без доната, без никаких вообще, даже минимальных вложений в этот аккаунт не было сделано, и все это дело я сам набил, и этому аккаунту очень большое количество времени, и потенциально, наверное, я не хотел бы здесь прокачивать звание, чтобы здесь сохранялось какое-то определенное звание, но, по сути, для контента, для видеоролика хотелось бы мне сегодня записать именно на данном аккаунте. Если вы хотите видеть данный аккаунт побольше, на гибаторскую баночку, то обязательно не забывайте прожимать лайк на данный видеоролик. Что касаемо пушек, здесь все ограничивается в две пушки, это молот и страйкер. До тех времен, когда страйкер нагибал у нас в матчмейкинге, я очень много времени играл на нем, и сегодня я решил попробовать именно его. Как ни странно, уран сейчас у нас уже не является нагибаторским устройством, но я попробую начать катать именно на нем, посмотрим, что у меня будет вообще с ним получаться, посмотрим, в какие катки нас вообще будет бросать, каким званием, посмотрим, насколько много нагибаторов здесь сейчас играет, потому что я, честно говоря, на данных званиях, повторюсь, давным-давно уже не играл, и если вам будет заходить подобного рода видеоролики на данном аккаунте, то есть, ну, это обычные игровые видосы, то не забывайте прожимать лайк, как я уже сказал, и тогда данные видеоролики будут выходить намного чаще по именно данному аккаунту. Давайте наберем 150 лукасов, я думаю, что это небольшие цифры, и мы сможем с вами, в принципе, их одолеть. Пикаюсь я в контроль точек, в старый мой любимейший формат, режим, даже я бы сказал так, посмотрим, что здесь вообще будет происходить, и самое интересное мне, наверное, каким званием меня бросит, то есть, если меня будет бросать к легендам, то, ну, не совсем приятненько будет, конечно, но данный аккаунт потенциально может нагибать и легенды, я, кстати, там резисты не взял, сейчас прогружусь в катку, сразу возьму, и дрон, наверное, у меня тоже здесь снялся. Что касаемо дронов, если я не ошибаюсь, то у меня здесь бустер и штурмовик был, наверное, таки. Защитника тут точно не было, потому что на то время защитник вообще не являлся потенциально хорошим дроном. Сейчас посмотрим вообще, что у меня здесь по дронам. Дрон, да, штурмовик фуловый и бустер у меня здесь на 15 шагов качанный. Возьмем штурмовика, давайте, я давно на штурмовике не играл, хотя потенциально это очень хороший дрон. Ну и возьмем резистик, от пулемета у меня нет реза, на то время пулемет не нагибал, но возьмем, наверное, дефолт, жига, жига рельса, ну и что здесь, гром, наверное, на таких званиях тоже имеет смысл быть. Ох, каким замечательным, меня званием закинуло, вот это уже я очень сильно люблю. Вы помните этот страйкер, вы помните, как он разваливал кабины и эти выстрелы по 3000 урона, просто когда они залетают по не-ДАшному танку, вы не понимаете, насколько много урона он наносит. И, к слову, на самом даже страйкере вы себе не можете представить, насколько давно я на нем не играл. На этом самом имбовом страйкере, который дает нереальный большой сплэш-урон. Поэтому для меня это уже, как говорится, как будто что-то новенькое, потому что страйкера реально я давным-давно уже не одевал. И я надеюсь, что все у меня здесь будет получаться. И данный страйкер себя даже покажет в этом бою очень-таки замечательно. По сути, все харьки должны быть ваншотными. Плюс здесь еще и сплэш-урон очень хороший имеется. Ну и страйкер тоже какое-то такое необычное, необычное в последнее время вооружение у нас становится уже для матчмейкинга. Но я думаю, что он нас точно здесь не подведет и будет с ним даже очень приятненько и удобненько. Что касаемо боя, так, это полигончик, 4 минутки до конца. ЦПшечка, да, хорошая. Ну, я думаю, что надо побороться на выигрыш сыграть. Что касаемо... Блин, ну хантеры, конечно, мне ступят по КД. Что касаемо овердрайва, я думаю, что надо будет где-нибудь в районе центрика его прожимать, либо вообще закатываться на вражескую базу. Но есть проблемы на викинге в том, что если я буду закатывать на вражескую базу, то там может быть такой раскладик, что по 0 урона буду просто накидывать. И это, конечно, печально, печально будет. Но я надеюсь, что все, в принципе, будет хорошо складываться в этом плане. Уже там по диктатору увидели, да, около 3000 урона вылетает с одной ракеты. 2 700, 2 800, отлично вообще урон. Мне очень сильно нравится данный уранчик. И даже несмотря на то, что там со сводки 2 выстрела всего лишь имеется, я думаю, что без сводки можно спокойнейшим образом вот так вот накидывать, накидывать большое-большое количество урона. Сейчас было бы неплохо где-то прожать овердрайв, но пока что я не вижу нормальной позиции для прожатия овера. Можно было бы добить, наверное, вот эту у вас по визитку, но ее кто-то уже тоже быстро нагнул, хантера там застопили. Ну и сами вы понимаете, что эту катку я начинал не с самого нуля, поэтому не сильно агрессируйте на то, что я тут не первый, что «Как ты на таком аккаунте зашел в бой и ты не первое место?» Не горите немножечко, друзья, потому что, ну, сами видите, эта катка, грубо говоря, начиналась уже с середины боя. Возможно, просто кто-то не обратил на это внимание, но я на это внимание точно обратил. Ну и главное ее, конечно, выиграть. То есть потенциально мы в игровых видеороликах всегда играем на победочку. Нас не особо волнует наш личный результат. Ну и, конечно, хотелось бы забирать тут максимальное количество звезд. То есть это первое-второе место при победившей команде. Но главное, конечно, на победочку. На победочку играем. И где-то надо еще овер прожать. Я вот, честно говоря, не знаю, чтобы вот так... Я не люблю прожимать на Викинге неэффективно овердрайв, поэтому для меня овер это что-то вот такое. Я могу прям долго с ним кататься, но хочу его прожать прям вот, чтобы унести как можно больше противника. К слову, насчет штурмовика. Вы видите, я киллы постоянно делаю, у меня нарко на кулдаун вообще не уходит. Просто ДАшка там спадает и сразу я ДАшку прожимаю. Это очень круто. Так что штурмовик еще до сих пор живой. Как ни странно. Я думал, что он уже давно мертв, а он оказывается давным-давно... Вернее, не давным-давно, а до сих пор наебает. И все с ним, в принципе, в порядке. Сейчас еще аптечечку. Если бы меня понятили, было бы вообще все великолепно. Но я уже потихоньку подтягиваюсь даже к первому месту. Это очень неплохо. Я, честно говоря, даже удивлен в какой-то степени, что меня закинуло к моим званиям. Потому что я надеялся, что меня кинет каким-нибудь легендам. Но вот зачем вот этот идиот делает вот эти вещи? Зачем толкаться? Он хочет меня минусануть? Он типа горит с того, что я у него забираю его первое место или что? Я вот не понимаю логику таких людей. Объясните мне, пожалуйста. Я вот просто не совсем шарю. Может быть, вы шарите? Напишите по этому поводу в комментариях. Может, вы знаете логику таких вот динозавров. Я не знаю, как их назвать еще. Можно было бы. Но он мне очень сильно, если честно, помешал. Если бы не этот бой клоун, я бы, может быть, спокойнейшим образом сумел бы данную центровую точечку законтролить. И в этом плане было бы все очень даже замечательно. Но катку мы выигрываем. При том, что она получилась довольно-таки легенькая. Заданночку я не выполнил. Мне осталось 5000. Но давайте сыграем, наверное, захват флажка. Сыграем, чтобы два полноценных режима у нас было. Как я помню, вы не особо любите долгие прям видосы. Поэтому я думаю, что две катки будут оптимальным вариантом для данного интересного видеоролика. Ну и посмотрим, что у нас сейчас будет на захвате флага. Я надеюсь, что будет довольно интересная каточка. Желательно, чтобы она была небольшая. Все-таки страйкер с ураном это больше средняя дистанция и ближняя, нежели большая. Потому что ракеты летят медленно. На большой дистанции тяжеловато, тяжеловато, если честно. Можно, конечно, поиграть, но тяжело. Тяжело. Ну и понятное дело, что бустера использовать сейчас на таких званиях. Да, урона много буду наносить. Но сколько там на арке он хавает. Я не считаю, нужно вообще использовать именно его. Если вы еще используете до сих пор бустер, то... Возможно, вам стоит подумать о том, что можно использовать какой-нибудь другой дрончик. Да, не забывайте, с каким дроном я постоянно играю. И я вам могу даже немножечко так советиков выдать. Ну ладно. Закидывает на магистраль. Не самая удобная, не самая приятная карта. Но... И плюс еще это легенды. Ну ладно, ничего страшного. Ну типа разваливаемый легенд. Я считаю, что этот маршал спокойнейшим образом может закрывать любую легенду. Без особых вообще проблем. И я это уже не раз делал. И я думаю, что сейчас мы спокойнейшим образом так же это все сможем вам показать и нагибать. Так, хорячек. Куда убежаешь? Убежаешь? Куда убежаешь, хорячек? Ладно, он уже убежал. И еще за мной едем. Дебатор едет. У меня ДАшки нету. Плохо. Ну ладно, хотя бы слил его. Надеюсь, мои тиммейты разберутся. Я пойду сейчас на возврат. На этой карте, конечно, пулеметик был бы куда удобней. Но, к сожалению, на тот период времени, когда я прокачивал данный аккаунт и покупал себе М3 пушки. Если не ошибаюсь, даже они были куплены с комплектами. Никакой пулемет не нагибал. Вообще даже близко к нагибу пулемета ничего не было у нас в игре. Поэтому данный аккаунт имеет другие пушечки. Но страйкер мне, честно говоря, всегда импонировал. Всегда мне нравился. Но так как баланс у нас в игре тоже меняется, страйкер я на основе уже давным-давно не использую. Но 1-0 мы ведем. Это очень хорошо. И там противник, я смотрю, пытается еще один флажочек увести. Но я думаю, что сейчас, да, тиммейт наш еще и нагнул его сам, грубо говоря, в соло. Но я попытаюсь сейчас утянуть флажочек. Опять эти хорьки, опять меня просто напросто нагибают. Ну ладно, я там еще и в себя походу выстрел дал. Я вот думаю, что мне стоит, наверное, отыграть все-таки от вражеского респа. Я сейчас покатаю лучше на правой зоне, нежели я буду таскать влаги. А моя команда еще будет увозить. Как вы думаете? Как вы смотрите вообще на этот счет? А вот я не понимаю, зачем они едут ко мне в упор? Для чего? Для чего вот этот чел ехал ко мне в упор? Ведь он мог спокойнейшим образом уходить с флагом. Но он зачем-то специально, целенаправленно ехал ко мне в упор. Интересно, интересно. Ну ладно. Вроде наши тиммейты справляются. Я, как уже сказал, попытаюсь поиграть по правому флангу. 2 800, отличный выстрел. Шикарный урон, просто залетает. Если бы здесь еще бы 3 кассика вылетало бы с одного выстрела, как джиггернал с одной плюшечки дает, то это вообще просто великолепно. Так, шафт на прицел меня не возьмет, потому что у него вниз уже не опускается. Ну а я пока здесь чуть-чуть повластвую на вражеском респе. Плюс у меня еще и овер появился, который нужно как-то грамотно реализовать. Но я, конечно, такой реализатор овердрайвов. Все ребята знают, как я люблю реализовывать овердрайвы, особенно на викингах. Знаете как? Никак. Я просто катаюсь с ним и думаю, когда респанет там 4-5 танков по одной зоне, а их никогда не респует, и я в итоге как дурачок постоянно катаюсь тупо с овером. Ну потому что, ну, такой вот я человек. Я либо на 25 танков овердрайв прожму, либо ни на что я не буду прожимать. Там есть и два танка вижу. Ну какой овер на два танка? Ну вы рофлите. Ну для чего мне прожимать танк, когда там два танчика едет, каких-то полудохлых, на них еще овер жать? Да мне жалко. Мне жалко овер прожать. Я лучше соткой покатаюсь. Что-то, кстати, сплэш урон очень большой на страйкере. Я в шоке прям постоянно убиваю. Знаете, за то, что я отвык уже от того, что такой большой сплэш урон все-таки имеется на данной пушке, мне очень даже непривычно. Но с точки зрения того, что ты можешь сплэш урон наносить постоянно, это, конечно, круто. Это очень даже круто. Сейчас два ваншотных танка было. Тоже довольно-таки неплохо. Еще плюс танчик. Еще плюс танчик. Давайте еще нагнем. 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не забрал. Я не знаю, где здесь овер прожимать. Вот расскажите мне, где на этой карте я должен прожать овердрайв? Ну где? Ну я закатываю. Я вижу два танка. Один полудохлый, второй стоит без дэшки. Куда я его? Овер ему жать, что ли, буду? Для чего? У меня страйкер там выдаст 20 выстрелов, и там будет, блин, полтора танка. И то полудохлых. На что мне жать овер? Я не знаю. Я вот не знаю. Вот сейчас, наверное, надо было бы прожать. Тут тоже какие-то полудохлые танки. И в итоге я вот так вот, как дурачок, всю катку буду сейчас с овердрайвом кататься. Ладно, сейчас зайдем и прожмем. Катка хорошо складывается. Ну и такая жаворонки. Это не хорошая какая-то карта. Небольшая. Где я мог бы и потаскать, и подефать, и пострелять. Такой картинок. Ай, ладно, все, давай, ты надоел. Пожжимай овер. Прожал овер, а подъехал тиммейт. И я в него, и в себя, и все как всегда. Ну, боже ты мой. Ну, что за ты такая игра-то великолепная, замечательная. Ну, я в шоке просто. Как это происходит, друзья? Объясните мне, пожалуйста, как это происходит. Постоянно вот такие вот ситуации неприятненькие. О, к слову, противник взял резистов от страйкера. Хе, гы. Чуть я давно не видел резистов от страйкера, чтобы кто-то вообще, в принципе, брал. Но это неплохо. Это круто. Это круто, если он его взял исключительно от меня. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Он в упор лезет. Настолько я ему надоел, что ли? Что он лезет на меня в упор. Так, 1-0, и противник уводит в флаг. Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Так, щас, 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 щас. Я еду, еду, еду. Я еду, еду, еду. Я еду, 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 еду. Так, одного нагнул. Где там противник? А, все, да? Наигрался? Ну, я понял. Хорошо. Хантер мог бы ваншотнуть, конечно. Если бы урон чуть побольше вылетел. А может, и не ваншотнул бы. Забыл, я уже забыл, как играть на страйкере на больших дистанциях. Раньше даже на таких больших дистанциях мог там попадать. Какие-то безумные интересные ракетки залетали. Ну, щас, щас, что-то как-то. Как-то не залетело. Как-то не залетело. Вон, что-то тоже не прилетело. Ну, ладно, аптечку прожил. Притекаю с городом. По самой короткой, хотел сказать, траектории. А там рельсов с овердайвом. Еще с каким-то жестким устройством. Так, и там рикошетик уводит флажочек. 35 секунд до конца. Это не есть. Хорошо. Откатываемся. Так. Откатываемся, откатываемся. И здесь надо по рельсечке. Оп, хорошо, залетело. Еще сквозная. Ах, маловато урона. Я думал, что-то как-то сплошом, сплошом побольше нанесу. Так, там викинг как-то газует очень жестко. Э, друг ты мой хороший, а что ты встал? А что ты стыщешь, смотришь? Газуй на него. Газуй, газуй. Нормально, все хорошо, замечательно. Давай, давай, давай. Опачки, добрый вечер, молодой человек. Как у вас дела? Как настроение? Все хорошо, да? Я вот думаю, что у него сейчас немножечко жопочка подгорела, подгорела. Все-таки я его там постоянно так накидывал, нагибал, 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 накидывал. Отлично, великолепно, замечательно. Даже с легендами. Второе местечко, 10 очков опыта, разрыв между первым местом, между первой нагибаторской легендочкой. Я считаю, что это довольно-таки неплохой результат для данного интересного аккаунта. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно, друзья, не забываем прожимать лайки, подписываться на канал, также нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и моя вам просьба, посмотрите, пожалуйста, на ссылочки, которые имеются в описании. Ссылочка на Дискорд, ссылочка на группу ВК. Последнее время не приходит большое количество там ни колокольчиков, ни как-то не продвигает этот стрим, который проходит у нас с 10 часов вечера по московскому времени. Если вы не хотите ничего пропускать, подпишитесь на группочку ВК, перейдите в Дискордик. Оповещение всегда приходит о том, что начался стрим, и вы, соответственно, не пропустите его, даже несмотря на то, что если Ютуб скажет мне «Стоп! Не хочу продвигать!», хоп, вы зашли, узнали, и все, в принципе, у вас замечательно получается, вы ничего не пропускаете. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, как я уже сказал, все, дело прожали, нагнули, и все будет по красоте. Всем спасибо, пока, удачи, давайте, друзья.